всем привет привет я вас приветствую на канале сегодня мы с вами раз будем разбирать пустые баночки всем кому интересно оставайтесь пустые баночки будут в основном это и уход и химия и сахерба и не только так что кому интересно оставайтесь мы встретимся через несколько секунд вот такой огромный пакет у меня он не совсем полный но пока в общем он не заполнится всем я решил своим поделиться отзывами пока свеже все это в память свежо то что очень мне понравилось я оставляю в баночках пустых чтобы с вами но не нож так странно до пустые баночки но мы девочки вот такие странные со своими косметологически косметическими такими любимчиками не можем расстаться даже пустые баночки оставляем вот но кроме смеха те баночки которые мне понравились их оставлять чтобы с вами поделиться своими рекомендациями отзывами что действительно стоит вам обратить или порекомендовать вам на следующие ваши покупочки вот давайте начнем буду вытаскивать несмотря это у нас blitz grab green blitz вот такой огромный был у меня это такие подушечки для светлого белья в стирку кидаете для белого белья для придания им свежести какой даже если цветное белье так освежить краски вот очень классный состав очень-очень такой без всякой хлорки без каких-то таких без запахов то есть он нейтрального запаха написано alternative pots вот получается вот такие подушечки и они естественно пустые супер супер покупаю много-много раз и в новые распаковочки тоже вы видели я их всегда покупаю также от этого бренда покупаюсь часто очень не постоянно но часто покупают для посудомойки тоже подушечки очень хорошего качества состав такой очень биологически чистый следующее следующее это у меня было такое рефил для пенки то есть рефил такой жидкий я наливаю метод это в компании метод по моему они раньше были на хербе вот сейчас на хербе я их не видел я их покупаю в таргете это фоминг то есть такая пена то есть здесь получается с жидкость наливаете специальные бутылочки для пенки для мытья рук это пенка для мытья рук детки у меня любят мыть руки именно пенкой то есть но и мне даже очень нравится она такая более нежная приятно к рукам мои как-то сразу обволакивает руки и общем приятно все это мыть она вот так и больших рефил их у нас продается в жидкости и жидкость в специальном дозаторе превращается в пенку следующее у меня это у меня из последних моих покупок коллаген пептидный он вот бывает смотрите вот обычный коллаген пептидный но этот плюс еще с витамином c а вот тут составе витамин c почему его как бы нужно покупать потому что коллаген именно с витамином c усваивается лучше качественнее усваивается именно с витамином c если витамина c в коллагене нету то тогда вы дополнительно должны в этот момент или ближайшие там 15-20 минут принять витамин c я принимаю если его нету здесь у меня в пептидах в коллагене принимаю в порошке такой есть витамин c только именно найти такой буферированной форме он не аскорбиновая кислота а такой нейтральный но привкус немножко такой соды но это тот витамин c который не разъедает у нас желудок без кислоты без ничего то есть я его прям вот добавляю или сюда прям сразу добавляюсь и коллаген пью с водой но чаще коллаген пептидный пью с кофе то есть я добавляю в молоко взбиваю потом с кофе выпиваю ну и потом могу выпить витамин c но именно тут идет соприкосновение кофе и витамин c они тоже начинают конфликтовать поэтому лучше всего коллаген пить с водичку утром на голодный желудок вот ну или попить кофе с молочком и с коллагеном а витамин c уже попозже примите ну или вот как то вот так или покупайте вот такой коллаген с пептидами с витамином c уже внутри в составе но будут до больше как бы усваивается коллаген с витамин c но тут тогда конфликт с кофе в общем что-то надо выбрать но и как всегда в жизни или или два вместе не бывает вот следующее это у меня мой это мой обожаемый гель для душа покупала в таком формате вахер есть еще в большом формате мне больше всего нравится с дозатором сейчас почему-то вахер я бы не видел но вот этот самый шикарный аромат это для тех кто любит такие ароматы знаете карамель на ванильные такие сладковатые на себе ощущать ароматы после душа вот он вообще ни разу не мужской он именно такой вот ванильный тут получается овсянка и ше баттер но запах такой знаете очень я просто обожаю даже сквозь крышечку пахнет ваниль карамель и такая даже овсянкой тут и не пахнет но вот именно масло ши он вот такой аромат создает карамель на ваниль на очень вкусно он безумно такой найти питательный после него даже не надо никакие масла наносить в общем супер мне очень понравилось так о следующее следующее это из трейдера джо а кто в америке живет тот знает этот магазинчик супер маска просто у них must have маска на все времена это шея баттер и кокосовое масло она такая густая наносите буквально вам ну не знаю такого горошину на вот мои длинные волосы на короткие волосы и того меньше нас сухие они сухие на вымытые отжатые полотенцем волосы прям в душу наношу эту маску а вот отступать от корней на длину волос она такая густая густая питательная очень классная питает хорошо увлажняет волосы просто супер и состав такой вот прям идеально тут витамин е еще есть баттер и кокосовое масло так следующее у нас это это чай чай вот этот ромашково-лавандовый это такой знаете вечерний чаям называю очень-очень такой вот хороший стойкий аромат лаванды тут тут даже ромашки там он на втором плане лаванда тут на первом плане кто любит лаванду прям вот он такой вот вечерний вот в вечерний можно ложечку меда в прикуску и вот этим чаем напиться просто идеально такой антистресс вечерний настраивающий такой на успокоение и спа и спать и спа вот это ромашково-лавандовый следующее это у меня биодерма пустая баночка уже в новой в новой распаковке показала уже новую баночку это вот большой формат вот видите тут он без дозатора а еще больше по моему варианта же у меня был это 500 до а тот сколько мне кажется в 500 тоже иногда бывает такой формат тут дозатор вот это без дозатора ну просто огромная огромная баночка для чувствительных глаз где макияж просто идеально идеально снимать никаких там ощущений покалывания то есть для глаз для кожи ничего не ощутимо просто идеально для чувствительных глаз и кожи вокруг глаз супер и хорошо очень тщательно все смывает то есть не переживайте даже то что она нежная такая так о это у нас просто оговорю потому что я забыла уже что это лежит это лежит уже на месяц полтора накапливается это хемиш гидрофильный бальзам ну да тоже наверное такие фавориты ахерба это гидрофильный бальзам all clean balm просто идеальный бальзам гидрофильный он в таких баночках всегда то есть немножко он был до этого открут сейчас теперь баночка теперь открывается он с ложечкой обязательно есть очень удобно лопаточка ложечка берете на руку и на сухую кожу лица перед тем как вы ну я обычно сначала мицеллярка смываю ресницы броби вот затем беру бальзам наношу на руки согреваю он превращается такое масло уже и наношу массажными движениями на все лицо шеи декольте в общем бы уже хорошо чисто чисто делайте демакияж даже вы если вы не наносили сп даже если вы не носили тональный крем но на вас был спф вы потели себе в течение дня выделялся все это надо хорошо очистить чтобы вечером нанести качественно вечерний уход вот это гидрофильный бальзам наносите еще минут пять хорошо массажируйте те места где например тщательно надо все почистить где у вас точно был себум где-то жирнилась все и затем вы умываетесь этот бальзам превращается дать такой очищающее молочко беленькое она не жирнится после того как вы нанесли воду она уже хорошо промывается жирной пленки не остается но после бальзама все-таки надо еще пенкой или гель для лица что-то от или 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 пенку или гель лица чем вы умываетесь после бальзама обязательно нужно еще умыться этим средством чтобы хорошо лицо уже точно очистить следующий у нас так это у нас батист это сухой шампунь батист но это просто всегда такие фавориты именно из сухих шампуней то я покупаю батист пробую было и дав и еще какую-то компанию но в общем батист они как были изначально бренд который занимался сухим шампунем так и занимается я его покупаю в тидже макси он часто бывает на х по хорошей цене в волмарте чуть дороже но волмарте очень много ассортимент я не могу понять чем они отличаются но все или цветочки нарисованы или ягодки наверно рам только отличается я беру просто сухой шампунь и все вот могу еще понюхать чтобы аромат не подходил идеально для тех волос которые требуют ежедневной очищения вот у меня волосы жирнятся около кожи головы каждый день мне приходится их мыть но если например я не успеваю вымыть голову на следующий день то я беру корней сбрызгаю шампунь и просто чуть-чуть вот так и их освежаете и все и у вас чистые чистые волосы просто идеально это палочка выручалочка сухой шампунь и в поездках даже это тоже удобно когда вы пока ехали уже все равно такое вид волос не очень такой свежий в попшикали и обязательно после пшиканье на корни волос так вот сделали как бы массажными движениями волосы немножко распотрошили и получается сухой шампунь впитать всю вот эту вот жирность и волосы просто будет вас чистые и аккуратный вид присутствует и вечером можете куда-то даже и пойти не обязательно то есть намывать каждый утром и вечером потому что дорога все равно на волосах отражается они становятся такие немножко жирнистые вот дальше дальше это у нас получилась супер буст мостры с витамином c крем такой мне очень он понравился я витамин c вообще обожаю вот этот доза то просто идеальный тут по моему 50 грамм до 50 миллилитров хватило мне надолго очень тонкий легкий с витамином c базовый такой крем но знаете вот меня кто-то из девочек спрашивал вот этот крем лучше или andalou nature с витамином c с пробиотиками и я даже вот не смогла бы сказать кто из них лучше ну и вот этот неплох и andalou nature тоже как бы уже он максимально хорош базовый вот просто мне хотелось попробовать paul's choice тут витамин c 5 процентов и все хека пептиды 5 вот ну не знаю andalou nature с просто базовый по моему даже и дешевле так раза в полтора чем paul's choice но paul's choice мне просто была какая-то акция я хотел очень попробовать эту компанию в общем неплохой совершенно крем ну как аналог andalou nature с витамином c с пробиотиком просто идеально вот так что если кто хочет то andalou nature с можно вполне себе заменить так следующий у меня коллаген фирмы enough это такой мист коллагеновый я его покупал тоже уже два-три раза брызгаем знаете когда вот например когда у вас плотный тональный крем и вы не хотите чтобы он проваливался сразу в морщинке я перед тональным крема могу сбрызгнуть на лицо и лицо немножко такое знаете увлажненность такой слой становится и очень хорошо прям скользит это бибишка крем и хорошо она прям ложится так идеально смешивается такая эластичная получается текстуры биби крема чтобы хорошо вы можете разносить на лицо поджигом там кисточкой чем вы разносите то есть он такой фар или кто-то еще сверху макияж еще брызгивает если вы хотите такой влажный финиш на лице оставить вот влажный финиш как бы мне достаточно если крем биби увлажняющий но вот под биби вот этот мист я очень люблю коллагеновый мист и я его очень часто покупаю также знаете по нему еще иногда делаю микротоки только так более чаще надо сбрызгивать потому что но он быстро не быстро но так может впитаться потому что или коллаген надо гель наносить под микротоки или вот этот коллаген очень удобно просто сбрызгнул и начал обрабатывать какую-то зону потом опять сбрызнул эту зону опять обрабатываю микротоками тоже как вариант под микротоки под биби для увлажнения для в общем и коллагеновая такая немножко текстура не коллагеновая текстура такая эластичность какая-то появляется то есть если у вас какая-то сухость где-то на лице то есть тоже сбрызнули и вы нанесли и биби или тональный крем не будет подчеркивать эту вашу сухость потому что она просто коллагеном так найти хорошо подпитается следующий крем уэт моя любовь это kills закончился у меня это был зимний мой вариант kills покупаю под глаза с авокадо это самый мой любимый крем то есть вот я зиму не представляю как зима и для меня сразу ассоциация я заказываю kills вот этот с авокадо в этот раз взяла такую большую баночку тут вам 28 миллилитров вот мне хватило на всю полную зиму и вы даже получается до апреля я пропользовалась супер просто крем обожаю питает просто супер тающая такая текстура такой зеленоватый крем очень жирненький но как только вы наносите под глазки на коже он начинает таять и превращается такое приятное маслица питательная который тоже со временем так пропитывается и хорошо питает под глазами просто идеально вот эти вот мелкие мимические морщинки он идеально с ними справляется с глубокими морщинами нет но с мимическими мелкими просто идеально и питает нашу кожу потому что под глазами все-таки у нас достаточно сухая такая кожа так еще и спал еще и закончился это у меня был ниацинамид 20 процентов вот тоже он по моему мне достался по акции даже бесплатно там покупала сколько-то средств и одно средство стоило в подарок вот по моему это был ниацинамид 20 процентный 20 процентов ниацинамида это достаточно так хорошее содержание он очень хорошо увлажнял просто супер как сыворотка я выносила под какие-то крема вот но по-моему ниацинамид есть даже 10 процент или 20 процентный есть у ordinary вот в следующий раз и он значительно все-таки дешевле ordinary более бюджетный вот то есть как замена аналог вот этому паузу-чойсу я ордер на все сейчас закажу и мы все-таки с вами сравним но вот этот хорош как бы ниацинамид он всегда хорош это крем базовый с облепихой фирмы паурита вот я увидите просто закончила в ноль он такой настолько базовый базовый я его наносила например когда какой-то ретиноловую сыворотку наносил или какой-то пилинг кислот наносил и потом успокаивала лицо вот этим облепиховым кремом он такой знаете и легкий и такой вот базовый без всяких кислот без всяких каких-то таких жестких состава тут получается хотя тут есть немножко написано цитрусовый какой-то общем экстракт есть но я не заметила никак реакцию не давал и тут получается облепиха вот мне очень понравился так базовый базовый легкий и он по-моему какой-то бюджетный так это блеск это фэнси фэнси как называется косметика фэнси бьюти вот это я покупала на сифоре заказываю сейчас у меня уже очередную такой мой блеск это называется хит он немножко делать болью то есть он на губах делает объем за счет того что там есть в составе немножко пощипывающий такой раздражающие ментоловый и какой-то пигмент который вы наносите но на губах он супер смотрится такой глянцевый очень приятно на губах нету липкости и немножко губки становятся такие объемные буквально первые 15 минут легкое пощипывание и губки так как-то так увлажняются натягиваются очень красивый приятный такой естественный объем получается именно это их head который есть просто у них бальзам с глянцевым эффектом блеск а именно вот этот он немножко такой пощупами такой волюм эффект делал очень классно этот у меня тон сейчас скажу называется фаси хит фаси хит но название тоже напишу в ссылочках все это напишу но это будет вам сифории я заказал до в сифоре так а это альба это моя любовь это вот постоянная покупка спрей двухфазный фест называется спрей серум альба он такой двухфазный с белым трюфелем супер супер аромат просто вот это облако вашего белого трюфеля какой-то бело цветочным такой и хорошо хорошо увлажняет но я не знаю еще такого тонера но знаю но меди пил например тонер но без спрея но если меди пилс например такой тонер тягучий очень приятно увлажняющий он как сыворотка ложится на лицо и плюс и дальба вот они два таких моих два любимчика это такие тонеры ну два в одном со сывороткой и здесь получается он такой двухфазный тонер и сверху вот это вот масло такое очень хороший антиоксидантный эффект увлажнение прям просто идеально прям вот если вы утром проснулись умылись лицо немножко кажется что немножко подсушилась до после умывания вот этим спреем такое облако сбрызнули везде на лицо на шею декольте и просто идеально так увлажнение питания тут получается два в одном ну просто и потом дневной крем крем под глаза и все и вперед и даже варился такое записала про моих любимчиков кто не видел посмотрите про косметику дальбы четыре фаворита дальбы которые вы но не знаю должны попробовать если у вас есть такая возможность обязательно попробуйте именно четыре вот этих фаворита так следующее это вот этот вот аэмфром получается макборд это макборд это полынь эссенция вот про нее тоже говорила в своих тоже фаворитах от ахерп это такая вот так она не такая конечно тягучи как меди пил но она настолько приятно на лицо как бы увлажнение такое оставляет после на лице очень приятно ощущение как будто бы не просто тонер нанесли а плюс какую-то такую приятную сыворотку она немножко такой противовоспалительный эффект успокаивающий эффект очень классный после того как например вы вечером несли кислотный пилинг то на следующий день все равно лицо так уже раздражен надо чем-то его успокоить обязательно ношу вот эту эссенцию макборд это получается полынь и она такая успокаивающий эффект делает и потом какой-то базовый крем который без всяких таких тревожных кислотных каких-то в составе должно быть средств должен такой успокаивающий эффект питания то есть два-три дня мы после пилинга лицо успокаиваем питаем убаюкиваем вот это вот полынь очень классно работает на такое успокоение лица так следующую на что ну это конечно обязательно из моих мастхэв это патчи на какие-то маленькие неровности несовершенства кожи но пользуется в основном еще мой ребенок старший он подросток ему 15 лет вот на какие-то участки где он что-то наковырял что это возможно конечно обязательно без этого никак все проходим от этого но наклеивающий уже не так раздражает это он уже нету вот этого эффекта что надо хочется чтобы подковырнуть это вот эти патчи покупаем постоянно очень хорошо прям найти за ночь успокоить любой прыщ вот честное слово и очень хорошо держится можно принять душ пойти гулять на работу он совершенно незаметный прозрачный патч такой очень аккуратный там они разных размеров чуть покрупнее поменьше и совсем маленькие вот следующие это тундра чага серум называется вот такая маленькая баночка покупаю в таких маленьких очень удобно с собой брать мне хватает этой баночки на 5 раз точно стоит она что-то 6 7 долларов эффект очень классно он такой антиэйчевый эффект выравнивание кожи против морщин борется естественно как-то там выравнивает в общем антиоксидант очень хороший и питание вот это классная сыворотка я прям с ней засыпаю то есть я ее пользуюсь на ночь не под крема а именно тонер нанесли и потом эту сыворотку ничем ее покрывать не надо она сама такая достаточно жирненькая вот но сразу спать не ложитесь чтобы она на подушечке вся не отпечатался а что-то у вас на лице успела поработать следующее это у меня маска для губ петит фи oil blossom это такая была с ароматом он не знаю какой-то персика очень приятно масочка для губ в общем обожаю маски для губ пользуюсь каждый день на ночь обязательно все ссылочки на эти продукты я оставлю внизу в описании и на русском языке и на американский сайт все ссылочки дам название и обязательно оставлю свой реферальный код для скидки кто пользуется большое вам спасибо очень благодарна вам и вам скидка и мне приятного вознаграждения реферальный код здесь тоже пущу вот маска для губ на ночь нам девочкам все-таки обязательно нужно губки хорошо питаются потому что и губы и лицо и все и руки все это сохнет у нас очень много факторов которые на это влияет на ночь вы напитали увлажнили и с утра проснулись губки уже увлажненные и красота и просто безумно люблю в общем маски для губ они с такой палочкой в комплекте многие проходят кроме клаву вот если вы знаете предыдущем видео показывала маска для губ она ванильная очень приятная но нету палочки вот такой лопаточки в этих петит ви у них два варианта али облепиха и вот этот блоссом очень мне понравился и паста еще одна к силе white это синяя зелененькая и синенькая это синенькая по моему она более такая освежающая мятная тоже очень классно большущая паста вот всегда видите как это ребенок старше пользуется очень много зубной пасты у нас зубы чистят после каждого обеда ужина на завтрак а потому что нас брекеты в общем пасты много уходит очень хороший состав нету florida free парабенов слс ничего нету не глютена в общем очищающий эффект немножко отбеливающий ну отбеливающий я не знаю отбеливает или нет и такой вот освежающий хороший вкус ну вот он такой с платинум минт с содой написано бэкинг сода так следующее у нас так это клиник это уже не сахерба я покупала на сифоре была комп комп комплект такой покупала маска маска еще у меня есть она увлажняющая маска для лица это легкий такой увлажняющий крем most research ну это для девочек конечно помоложе но просто я купила чтобы была такая маленькая баночка мне куда-то надо было ехать я думаю вот удачно как раз я сюда собой или крема можно удобно потом складывать или вот я с собой брала как раз этим кремом пользовался он такой очень легкий легкий увлажняющий совсем легкий для девочек помоложе то есть 40 плюс он конечно вам особенно не сыграет но как базовый крем он он нормально вот но для девочек 20-30 лет вот к самый идеальный он такой вот какой-то базовый легкий увлажняющий вот но нам увлажнение надо немножко побольше нам уже и увлажнение питание нужно так это это блеск это многие про этот блеск у меня спрашивают всегда это нарс это вот тот блеск который у меня на губах часто если вы видите такой розовый эффект он такой знаете чуть-чуть с тинтом вот совсем незаметно очень приятно увлажняет он там с маслами вот я покупаю уже третий тюбик вот он закончился у меня вот такого он цвета вот вроде кажется яркий но на губах он просто незаметно незаметно розовый такой питательный немножко глянцевый эффект есть совершенно не липкий очень приятно на губах и такой вкус какой-то очень приятненький вот и на губах выглядит таким приятным тинтом розоватым ну и все и в общем я его обожаю просто это нарс цвет называется оргазм вот ссылочку и название в тоже обязательно напишу но я покупала вон на сифоре так у нас чуть-чуть а у нас даже один всего остался так что мы молодцы это я покупала и покупаю периодически я покупал знаете вон он лет ну не знаю мне кажется 20 лет назад я первый раз его купила в дубае это было 20 лет назад мы с мужем по одна из первых наших поездок когда у нас еще не было так у нас был ильдебатэ но как-то вот я его из лоран не видела этот тач как-то называется тачик лейт по моему это вот такой корректирующий карандаш но это даже не карандаш он потому что знаете с кисточкой вот такая мягкая кисточка вот здесь вот вы нажимаете уже просто нажимать нечего и он корректирующий под глазки и он такой очень-очень со светоотражающими частичками такими легкими он высветляет как-то красиво очень осветляет здесь уже ничего не осталось увлажняющий он он совершенно не плотно если вы хотите перекрыть прям перекрыть все он вам все все не перекроет но какие-то неровности и какая-то где-то там что-то он точно перекроет я его обязательно под глазки делала в эту зону носогубок потому что он таким осветляющим эффектом то есть если мы вот эту зону осветлим она немножко будет как бы не так тень давать да вот обязательно на лоб делала где-то осветляющим уголки и глаз и под глазки вот так делала он с таким очень очень хорошим составом таким увлажняющий такой ну не густой такой жидковатый он и со светоотражающими частичками вот она он осветляет немножко так эффект вот это тоже любимчик тоже периодически его покупаю как заканчивается вот такие были у нас баночки всем спасибо за внимание все ссылочки оставлю название кому интересно тоже пишите может быть кто-то чем-то пользовался тоже вам понравилось или например не понравилось но это те любимчики которые я оставила чтобы с вами поделиться и показать эти уже пустые баночки но обязательно я их докуплю так что всем пока пока будьте здоровы улыбайтесь будьте счастливы берегите друг друга пока пока до нового видео